сейчас немножечко похолодало ночью 10 12 градусов тепла днем чуть выше 20 у нас по утру выпадает очень много росы так как участок находится рядом с рекой и все это способствует началу заболевания под названием мучнистая роса для роз это неприятное такое заболевание сейчас я все расскажу и покажу как я борюсь с ним здесь у меня молодые посадки вот мы видим первые признаки мучнистой росы это молоденький лист он уже начал поражаться мы видим такой слабый белый налет на его верхней стороне на этой стороне если мы развернем мы тоже можем увидеть споры гриба то есть белый такой налет нехороший и сам листик видите он как бы меняет немножечко форму скручивается на самом деле может вообще скручиваться в трубочку у шиповника у моего так происходит я сейчас покажу смотрите вот еще роза начинается мучнистая роса как бы я еще не видно да но листик ведется немножечко по-другому тоже еле-еле видно на обратной стороне белый налет и лист начинает уже скручиваться здесь у меня посадки шиповника вот смотрите листик на видите он скрутился немножко и уже здесь на обратной стороне мы видим повреждения смучнистая роса такой белый налет нехороший такие листики я удаляю тут же как только я вижу признаки этого заболевания потому что на шиповники она очень прогрессирует быстро шиповник когда болеет это очень плохо нельзя этого допускать ни в коем случае потому что потом будет плохо отставать кора и невозможно будет окулировать его вот тоже самое листик маленький да мы видим повреждения вот она мучнистая роса начинается я не могу вам показать когда уже это заболевание во всю силу до вошло потому что попросту я этого не допускаю если поражена вся макушка да в основном поражаются молодые побеги молодые листики очень очень молниеносно все это происходит особенно когда вы такие вот как у меня посадки ну вот мы без сожаления удаляем это все удаляем макушки молоденькие потому что с них уже толку никакого не будет народными средствами я не пользуюсь говорят что залу в кашицу нужно разводить с водой и все это вот так вот протирать да с двух сторон это очень много у меня растений я этим не занимаюсь в основном на молодых листиках идет поражение вот вот он лист прям видно что он уже начинает поражаться если болезнь уже как бы прогрессирует давно то поражаются стебли растения то есть его шипы рядом с шипами мы видим такие белые наросты пятна по побегам такие вот места вот такие побеги лучше всего удалить у растения здесь у меня чайно-гибридные розы мной подмечено что если листовая пластина вот такая вот глянцевая темная у многих сортов такая листовая пластина они в меньшей степени поражаются мучнистой росой не знаю почему тут как бы пятнышки но я уже делала обработки скорее всего это из-за этого вот но вообще есть устойчивые сорта к этой болезни есть сорта вот у которых бледные не глянцевые листья они более подвержены но ничего страшного если вовремя проводить обработки то все будет хорошо я пользуюсь такими вот препаратами как топаз прогноз и скор мне они очень нравятся против мучнистой росы но есть одно но то есть как бы здесь вот этого флакончика хватает на 10 литров воды да 10 миллилитров и здесь в инструкции написано что период защитного действия 3-4 недели против мучнистой росы на самом деле не знаю так это или нет я обрабатывал гораздо чаще то есть если я делаю обработку следующую обработку я повторяю дни через пять через неделю и так несколько раз только тогда мучнистая роса как бы исчезнет с растений это топаз и скор все то же самое то есть по инструкции мы разводим с водой обрабатываем и почаще все это делаем чередуем до обработки и обязательно при этом растение очень хорошо проливаем водой то есть растение при опрыскивании стараемся смачивать всю листовую пластину растения вообще я опрыскиваю с утра если это делать поздно вечером то листики могут не успеть высохнуть и в ночь розу идут с мокрыми листьями что не очень хорошо потому что будут развиваться грибные заболевания я это не люблю смотрите еще один такой немаловажный момент на всех средствах или на обратной стороне упаковки в данном случае здесь прям написано какое он действие имеет системное или контактное этот препарат имеет системное действие что это значит вообще подразделяются они если контактного действия значит непосредственно нужно навредителя попасть если это какой-то инсектицид или акарицид от клещей да мы знаем то мы контактный препарат должны им должны попасть непосредственно навредителя или если это против грибков то на пораженный участок если препарат системный вот как в данном случае у нас то не обязательно попадать на больной лист так как попадая на листовую пластину когда мы распыляем его он всасывается растением а вот так же еще проливают под корень больное растение до чтоб корни впитали этот препарат и накапливается в его соках когда вредитель например да если мы не ведем речь о тлее или каких-то еще насекомых да когда вредитель выпивает соки из этого растения то он погибает просто потому что они получаются отравлены если у нас допустим какое-то грибковое заболевание то не обязательно попадать на больные пораженные участки мы проливаем им растение или опрыскиваем и и оно впитывает этот препарат тем самым как бы в нем накапливается он да в самом растении в его соках